Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Сегодня у меня в работе вот такие ручки. Это у меня новая клиентка с вот такой работой. Ногти взлетные, говорит, прям взлетают вверх. И очень маленькая ногтевая пластина. Кажется, что ногти коротенькие, но когда переворачиваешь руку ногтями вниз, то отросшая часть больше половины всей длины ногтя. То есть ногтевая пластина совсем малюсенькая. Да и пальчики здесь малюсенькие, и видно, что и сами ноготочки тоже маленькие. Кстати, с клиенткой завели разговор о том, что гель-лак портит ногти. Вот она говорит, часто вижу там в соцсетях, читаю, слышу по разговору, что гель-лак портит ногти. Гель вообще-то какой-то ужас ужасный, не стоит его наносить, потому что очень все вредно. Но на самом деле, она говорит, если бы не гель, я бы вообще не смогла отрастить себе ногти. От природы маленькая ногтевая пластина, ноготочки маленькие, и сами по себе они крошатся, слоятся, ломаются. В общем, говорит, я бы в жизни не ходила с такими длинными ногтями. Поэтому для кого-то гель, ну на самом деле я не считаю, что гель прямо портит ногтевую пластину. Я считаю, что портит ногтевую пластину неправильная работа с материалами. Когда клиент начинает отдирать материал, естественно, он отдирает вместе с верхним покрытием ногтя. Сам ноготь становится тоненький, потому что часть с него содрали. И, конечно же, он становится ломким, болезненным. И кажется, что вот какой гель плохой, испортил мне ногти. А на самом деле, если все корректно делать, если все правильно выполнять, правильное снятие делать, то никакой вреда ногтевой пластине гель не причиняет. И, кроме того, даже если вы содрали ногтевую пластину, то отрастая ноготь все равно будет тем, который вам заложен природой. Поэтому, насчет химического состава геля и как он влияет на наш организм, здесь, конечно, другой вопрос. Но, если так посудить, что не влияет на наш организм. Все, сейчас мы живем в такое время, когда даже молоко, купленное в магазине, и то влияет на наш организм, потому что оно не настоящее. Сгубляться в эту тему особо не будем, потому что у каждого свое мнение. Но вот этой клиентке нравится гелевое покрытие, нравится, что ногти отросли под этим гелевым покрытием и отказываться от него не собирается. Я уже выполнила все подготовительные работы. Наношу грунтовочный слой каучуковой базы. Повторяюсь, клиентки, ногти взлетные. Я постаралась убрать по максимуму материал с торца, но все равно видно, что ногти стремятся вверх. Поэтому ни о каких бортиках здесь речи не идет. Потому что бортики это лишняя толщина и так на взлетных ногтях. Поэтому делаю обычное укрепление. Ставлю капельку в зоне апекса и распределяю. Единственное, ногти на средних пальцах. Они прям сильно уходят в сторону. Исправить это кардинально не получится. Но хоть немножечко мне хочется выровнять эти ноготочки. Поэтому достраиваю по той части, где не хватает. С помощью бортика чуть-чуть достраиваю боковую сторону. После того, как она просохла, делаю обычное укрепление. Ну и теперь опил. Убираю липкий слой. Опять включаю вытяжку. Пыль должна вся уходить в нее, а не в наши легкие. И делаю опил. Клиентка захотела овалы. Она говорит, давно хожу с квадратами. Давай попробуем овалы. Ну, ради бога, давай. Хочешь, сделаем. Выравниваю боковые стороны. Обязательно выравниваю все снизу. Подставляю опилочку под ноготь. И прохожу по ногтю. Опиливаю его как трубочку. Здесь то же самое. Выравниваю боковые стороны. Скругляю их. Единственное, там, где не хватало боковой стороны, я опиливаю меньше. А там, где ноготь уходил, то есть на данном случае ноготь уходил влево. Поэтому с левой стороны я чуть больше опиливаю, выравнивая ноготь по центру. Но, повторюсь, выровнять прям кардинально не получится. Потому что сама ногтевая пластина здесь уже растет криво. И если прям выравнивать по оси пальца, то ноготь будет как будто немножко уголком. Этого тоже не хочется делать, потому что тоже будет смотреться не очень красиво. На этом этапе час 14 минут мы потратили. То есть, если бы клиентка захотела просто молочные ногти, то мы бы с ней распрощались через час и 20 минут. Ну, по сути, там, нанесение топа и фотка. Но она захотела дизайн. У нее был желтый, неоновый, а в этот раз она захотела оранжевый, неоновый и салатовый. Дизайн будет очень простой. Она хочет какие-то участки этими цветами на двух ногтях. Закрашиваю вот такие вот уголочки. Но она сказала, либо мазки, либо уголочки вообще на мое усмотрение. Ну, как я вижу этот дизайн, так я его попыталась сделать. Далее нужно нанести поталь, а так как у меня все зашлифовано, поталь не ляжет. Я нанесла тоненький слой базы и теперь уже на липкий слой базы наношу кусочки потали. Где-то наношу кусочек побольше, где-то поменьше. Где-то захожу на зеленую область. Но в основном стараюсь нанести на молочный фон. И теперь наношу вторым цветом уголочек, где-то захожу на поталь. То есть на зеленом фоне поталь у меня немножко может быть сверху, а оранжевый прям ложится на поталь. Ну, вот такая у меня задумка была. Вот так в тот момент видел мастер. Далее мне нужна гель-паутинка. И я хочу тоненькими линиями сделать окантовку вот этих вот участков. Мне нравится гель-паутинка за счет того, что она дает, правда, тонкие-тонкие линии. Гель-краской так не получится нарисовать. Но в то же время эти линии видны и они дают нам четкий контур наших нарисованных фигур. Что, на мой взгляд, делает дизайн более законченным. Спросила, еще что-то надо? Она говорит, да нет, все вроде классно. Перекрыли топом. 1.37 потратили мы на вот такую работу. Вот так было до и вот такую красоту мы получили. Пишите в комментарии, получилось преобложение или нет. А еще меня не покидает мысль, я часто натыкаюсь в соцсетях на посты от инструкторов. Нейл инструкторов. То есть, если я хочу привлечь клиента, то я должна выставлять ручки моделей не старше 25 лет. Выставлять только идеальные работы, без каких-либо помарок, покраснений, без каких-либо косячков. То есть, выставлять только идеальные инстаграмные ногти. А у меня тогда вопрос, когда приходит вот такая вот клиентка с неидеальными ногтями. Но, видя мой профиль, видя мои идеальные работы, она же тоже надеется получить такой же на своих руках. Потому что у меня же в соцсетях нет косяков. И когда я не могу ей сделать тот результат, которого она ждет, что мне говорит таким клиентам? Это я к тому, что мне пишут в комментариях, зачем я видео, бывает, выставляю не идеальные, косячные работы. Да все потому, что все мы люди и у всех бывают ошибки. Даже у тех мастеров, у которых вы в инстаграме видите, все идеальное. Поэтому я выставляю все свои работы. Вот такое видео сегодня получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если придерживаетесь моей точки зрения, дайте знать мне об этом в комментарии. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо, что были с вами до конца. Всего доброго. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok